Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги, члены Президиума. Сейчас мы попытаемся разобраться, на что способна компьютерная томография в дифференциальной диагностике очаговых образований печени. Когда мы пытаемся высказаться о природе того или иного образования при оценке КТ-изображений, помимо КТ-картины, на наше решение может повлиять и анамнез пациента. И оценивая именно амнезтические данные, в первую очередь мы формируем первичный диагностический ряд. Как это работает? На примере грубого примера. Возьмем пациента, у которого определяются в печени многочисленные гиповаскулярные очаги. И без каких-то специфических водных данных, специфической КТ-картины наш дифференциально-диагностический ряд будет достаточно обширный. Он может включать и кисты, и метастазы, и кандидоз. Но если мы понимаем, что перед нами взрослый пациент, у которого в анамнезе есть первичная гиповаскулярная опухоль, к примеру, колоректальный рак, то варианты, что же это может быть в печени, они резко сужаются. И в заключении мы можем более однозначно высказаться, а в данном случае предположить, что это метастазы. И в первую очередь, когда пациентов с онкологическим анамнезом присылают на КТ, в первую очередь от нас хотят знать, есть метастазы в печени или нет. Здесь стоит обратить внимание, что гиповаскулярные метастазы, они могут быть только у гиповаскулярных первичных опухолей. К примеру, вернемся к нашему теоретическому пациенту с колоректальным раком. Если мы у него видим гиповаскулярные очаги в печени, то мы с легкостью можем исключить из дифференциально-диагностического ряда метастазы. И в целом, оценивая множественные очаги в печени, нам не составляет труда высказаться, метастазы это или нет. Особенно если в анамнезе или в зоне сканирования исследования есть первичная опухоль с характерным паттерном контрастирования. Так, к примеру, представлен случай, где в печени мы определяем множественные гиперваскулярные очаги у пациента с нейроэндокринным раком поджелудочной железы, и которые мы интерпретируем как множественные метастазы. Но при оценке компьютерной томографии диффузные изменения в печени они нам будут мешать, так как те же гиперваскулярные очаги на фоне диффузного снижения плотности печени будут в артериальную фазу выглядеть гиперденсно. Но эту проблему можно решить, обратившись к активной фазе, если она имеется, и посмотреть на те же самые очаги, и увидеть, что они также имеют повышенную плотность относительно окружающей паренхемы печени. Плюс мы видим, что очаги все-таки не единичны, а их много. И опять же мы достаточно с легкостью высказываемся о метастазическом поражении печени. Но не всегда картина настолько очевидна. Известно, что контрастное разрешение при компьютерной томографии достаточно низкое по сравнению с МРТ. И не все изменения, которые мы находим, мы можем с легкостью так интерпретировать. К примеру, представлен случай, пациентка в анамнезе рак молочной железы, и при очередном повторном исследовании на КТ в печени выявляется гиповаскулярный очаг, вновь появившийся. Он имеет нечеткие неровные контуры, расположен паравазально, гиподенсен во все фазы контрастирования. И на основании того, что он только появился, впервые выявленный, мы предполагаем, что это может быть метастаз. Но также мы не можем по такой неспецифической КТ-картине исключить и доброкачественные изменения, например, фокальный статус. И на этом, собственно, возможности КТ здесь заканчиваются, и мы прибегаем к помощи МРТ. И на МРТ мы уже более четко видим данный очаг с четкими ровными контурами, ограничивающие диффузии, на основании чего мы высказываемся о метастазическом поражении. Но помимо этого большого очага, мы еще в печени на диффузии обнаруживаем мелкие очаги менее 1 см, которые на КТ не были видны. По сигнальным характеристикам контрастирование не соответствует большому очагу, и тоже интерпретируется как метастаза. И здесь стоит обратить внимание на известный факт, что чувствительность выявления метастаза в печени на МРТ, она значительно выше, чем на КТ. 95% против 73%. И если мы на КТ видим, если в печени обнаруживаются очаги менее 1 см, выявляемость на КТ, она значительно снижается вплоть до 16%. Еще один пример, когда хорошо показаны пределы возможности КТ. В паренхимии печени выявляются при первичном исследовании гиперваскулярные мелкие очаги, которые изоденсны паренхиме или слабо гиперденсны паренхиме печени в последующие фазы. И у обычного человека без отягощенного анамнеза мы такие изменения в большинстве случаев будем интерпретировать как флэш-гемангиомы. Но как только, если у этого пациента мы обнаружим, что есть гиперваскулярный опухоль, как в данном случае рак почки, то в наш диагностический ряд помимо флэш-гемангиом добавляются метастазы. Из этого пациента в динамике через 2 месяца эти очаги отмечаются, их значительное увеличение более чем в 2 раза, и мы уже с большей уверенностью их интерпретируем как метастазы. Что касается единичных очагов в печени, ситуация примерно такая же. Когда мы видим типичную картину, то нам не составляет труда описать и высказаться, что это такое. Но когда картина не специфична, у нас возникает куча сомнений и появляются большие дифференциальные ряды. Так, например, это касается метастазов, когда в данном случае мы видим в печени единичный очаг, который гиперваскулярно накапливает контраст ободком, и в последующие фазы он гиподенсен паренхимы печени. Доброкачественное образование то же самое. Если характерная специфическая картина, то мы однозначно об этом высказываемся. Как в данном случае мы видим гиперваскулярный очаг, у которого есть центральный рубец, и который слабый, но все-таки накапливает контрастный препарат, и мы однозначно говорим, что это фокально-нодулярная гиперплазия. Но что делать, если картина нетипичная? Как в данном случае. При первичном исследовании у пациента выявляется гиперваскулярный очаг, накапливающий также по ободку, и в последующие фазы он становится изотенцент паренхимы печени. И в целом вся эта картина укладывается в гемангиому. Здесь стоит учитывать, что у пациента есть в анамнезе гиперваскулярный опухоль. Но через какое-то время пациенту делается повторное исследование, и мы видим, что образование увеличилось в размере, что степень накопления он стал более активно копить. И уже в феврале 23-го года высказывается предположение, что это может быть либо метастаз, либо первичная опухоль, например, гемангиобластома. Но этому пациенту была выполнена биопсия, и по данным которой была выставлена гемангиома. То есть первичный диагноз был верен. Следующая причина, с чем к нам могут приходить пациенты, это гепатоцеллюлярный рак. Здесь стоит обратить внимание, что дифференциально-диагностический ряд гиперваскулярных образований обычного человека и пациента с факторами риска ГЦР, это, например, цирроз, хронический гепатит В, они принципиально разные. У пациента с циррозом мы в первую очередь, видя гиперваскулярное образование, будем исключать ГЦР. Дальше идут гидрогенераторные узлы и диспластические узлы, чего в принципе нет в дифференциальном ряду у человека без факторов риска. Как же мы будем дифференцировать вот эти изменения? В каких-то случаях нам это достаточно легко сделать, в каких-то сложно, но еще более 20 лет назад Европейская ассоциация, занимающаяся печенью, вывела достаточно простую, эффективную формулу, в которой, если мы видим образование крупное, больше 2 см, оно гиперваскулярное, и все это на фоне цирроза печени, то мы с большой уверенностью говорим, что это ГЦР, и морфологическая верификация не требуется. Как это на практике выглядит? Видим в печени с циррозом крупное гиперваскулярное образование, они, очевидно, больше 2 см, и все эти 3 признака нам говорят, что это ГЦР. Но также на практике мы встречаем изменения, которые не соответствуют этим признакам, как в данном случае. Мы видим также большое достаточное образование, около 2 см, с циррозом на фоне, но при этом оно гиперваскулярное. И вот что делать в таких ситуациях, уже становится непонятно, и КТ, оно менее информативно становится. Для этого существуют разные признаки, которые на практике, их достаточно много, и непонятно, как их использовать, как комбинировать между собой. Поэтому создаются разные системы, например, система Лерац, которая в целом эти признаки разбила, выделила основные, выделила дополнительные признаки, и в целом разложила нам их по полочкам, и стало более понятно, как это интерпретировать. И к основным признакам ГЦР мы будем помимо большого размера и гиперваскулярности относить еще вымывание контрастного вещества, последующие фазы контрастирования, наличие капсулы в отсроченную фазу, ну и увеличение размеров динамики. И здесь тоже стоит обратить внимание, что МРТ, оно превосходит компьютерную томографию не так сильно, как в случае выявления метастазов, но тоже все же. И это в большей степени связано с тем, что на МРТ определение выявления гиперваскулярности, оно лучше. Следующая группа пациентов, которые к нам могут на КТ прийти, это случайно выявленные крупные опухоли. Здесь в первую очередь мы основываемся на КТ-признаках, их может быть достаточно много, и на основании их мы можем либо с большой уверенностью высказаться, вплоть до того, что морфологическая верификация не потребуется, либо, как часто это бывает, выставить дифференциальный ряд и отпустить дальше пациента. Например, классическая картина, видим крупное образование гиподенсной паренхимы печени, при этом оно обладает лакунарным типом накопления, и видим, что в последующей фазе оно постепенно заполняется к центру. Еще одна типичная картина внутрипеченочной холангиокарциномы, видим гиповаскулярное образование, многоузловое, с центрапитальным типом контрастного накопления, видим, что есть ретракция капсулы на уровне образования, и, что немаловажно, расширение внутрипеченочных протоков на уровне образования. Тут очень хорошо видно. И мы однозначно высказываемся, неоднозначно, но высказываемся, что это может быть холангиокарцином. Но не всегда все так понятно и однозначно, как в данном случае представлено случай двух разных пациентов, у которых у обоих есть в анамнезе колоректальный рак, но у одного пациента верифицирован метастаз в печени с распадом, у другого верифицирован абсцесс. Как же по КТА мы можем их между собой отличить? Так как распад в метастазе происходит уже сформировавшейся опухоли, то стенка его достаточно будет такая неравномерно утолщенная и достаточно толстая. У абсцесса же капсула будет достаточно довольно равномерная, и, что характерно, такой гиперденсный внутренний ободок. Посмотрим же этих же пациентов, только на другом уровне. Видим, что у первого пациента вот здесь есть такой крупный солидный компонент, он распространяется по боковой стенке, что является признаком как раз метастаза. И в другом случае видим достаточно равномерную капсулу с гиперденсным внутренним ободком, что нам помогает высказаться в пользу абсцесса. Поэтому в целом мы можем схожие картинки интерпретировать, но не так просто. И МРТ в плане выявления дифдиагностики, оно намного проще это сделать, потому что здесь добавляется еще диффузия, на которой ограничивается диффузия от гноя. И таким образом анамнез нам позволяет сузить дифференциальный диагностический ряд. КТ-картина может быть настолько специфичной, что морфологическая верификация не потребуется. Ограничения в КТ чаще связаны с неспецифической картиной изменений в печени. И из-за низкого контрастного разрешения, к сожалению, на КТ-изображениях мы можем видеть не все очаговые изменения в печени. Спасибо за внимание.